Здравствуйте! Вот хочу сегодня вашему вниманию предоставить вот такой станочек марки 1D601. Это металлорежущий станок для металлообработки. Ну, а отрезать на нем тоже можно. На нем, значит, выполняются токарные работы. Можно выполнять по металлу, дереву, также пластмассы. Можно делать какие-то цилиндры, конусы. Также подрезать торцы. На этом станке можно точить, значит, всевозможные валы, втулки, оси. То есть я могу проточить и вставить подшипник. То есть внутренний диаметр на посадку подшипников. То есть вот, пожалуйста, станок будет работать. Могу выточить детали, то есть внутреннюю часть детали, придать размеры заготовки. То есть вот, это вот я точил на вал электродвигателя. То есть на наждак, насадку вполне можно сделать. Можно нарезать резьбу. Ну, автоматически он резьбу не нарезает. Это как бы придется вручную. Но все равно начальные витки я дам на этом станке. То есть лерку я прижму к задней бабке. И вручную я как бы эти, начну виточки. Но резьбу все равно придется вручную нарезать. Но центр резьбы, точность резьбы я на этом станке выставлю. То есть могу выточить, вот допустим, я вот ручку на вот этот вот штурвал. То есть ей вот придать цилиндрическую форму. Могу выточить вот, конус Морза 1 здесь. Вот, пожалуйста. То есть конус. Я могу выставить угол на этом станке резцом и выточить вот такой конус. То есть рассчитать все, геометрию и сделать. То есть вполне справиться с задачей. Винтик, болтик какой-нибудь, резьбу тоже нарежу. Сделаю любое отверстие в заготовке. Всевозможные цели и задачи. Кроме автоматической нарезания резьбы. Здесь такого нет, подачи. Резьбу же придется вручную. Это как бы, конечно, не для профессионалов. Это вот для любителей токарного дела. Для начинающих и любителей. Профессионалам, конечно, это, наверное, уже все знакомо. Им уже это неинтересно. А вот для домашней мастерской вполне пойдет. Ну, как бы он был придуман для обучения детей в школах. Ну, в пионерлагерях. То есть это для начинающих станок. Но также он может быть и дома, в домашней мастерской. Он вполне себе найдет достойное место. Ну, вот при СССР вот обучались дети токарному делу. И вот давайте мы сейчас его по характеристике посмотрим. Значит, патрон, диаметр патрона 80 миллиметров. Суппорт станка. Вот, значит, резцедержатель. Давайте тоже размеры посмотрим. 30 на 30 резцедержатель. Вот они резцы. Вот такие вот маленькие. Ну, это уже длина резца. Это уже там в зависимости от задач. А вообще резец. Вот сейчас мы толщину резца смерим. Да? 8 миллиметров резец. То есть вот. Здесь вот можно на сколько? На 4 резца. Ну, на 4, наверное, не знаю. Ну, в общем. Вообще, да. На 4 резца. Вот он, значит, вращается. Рисцедержатель. Здесь вот гаечка. Дальше посмотрим. То есть здесь вот под разные углы можно поставить, значит, резец. Верхняя часть суппорта вот поворачивается под разными углами. То есть в зависимости от задач можем поворачивать. И снимем ее. То есть вот. То есть внутренние диаметры тащить. Всевозможные конуса. То есть все в порядке. Тут градусы. Шкала. Все в порядке. Значит, сейчас посмотрим. Так. Закрепим на ноль. Поперечная подача. Вот она, значит, сколько у нас тут деления. Вот он, ноль. Получается 0,05 миллиметра одно деление. Значит, у нас тут пошло 5, 10, 15, 20. Значит, полный оборот. Значит, получается у нас полный оборот 1 миллиметр. Ну, вот тут, значит, подачу вот по 5 соток давать. То есть одну десятку даже, наверное, много ему будет. Вот по 5 соточек, наверное, и давать. Ну, это в зависимости от материала, опять же. То есть получается миллиметр. Значит, смотрим верхнюю часть суппорта, значит. Вот она у нас тут поперечная. Это, значит, верхняя часть суппорта. Тут у нас тоже 0. И цена и деление у нас тоже 5 соток. Получается 5, 10, так же. Получается полный оборот 1 миллиметр. Значит, сам суппорт двигается. Вот винт не совсем удобный. То есть он двигается вот. двигается вот до суда. Дальше не дает. Ну, думаю, в дальнейшем сделаю приспособление, чтобы он на всю станину продвигался. То есть тут вот неудобный рычаг. То есть станок можно даже выше было поднимать. Но это вот как он мне достался. Я вот со станиной, которая была. Ну, вот суппорт мы разобрали. Смотрим дальше. Задняя бабка у нас. сюда мы ее крепим. Тоже деление пять соток. Полный оборот получается миллиметр. То есть вот она. Тут у нас вот фиксатор задней бабки и фиксатор пиноли. То есть вот движущиеся части. Вот. Токарный патрончик. Давайте посмотрим. Не токарный патрончик для сверл. Тут у нас конус морза один и сверла. у нас тут написано до шести миллиметров. То есть самое большое это шесть миллиметров. То есть в дальнейшем сделаю конечно побольше миллиметров до двенадцати. Да можно там в принципе хоть до двадцати. Значит вставляем конус морза вот таким ударчиком. То есть раз он встал не просто вот вставляем он провернется а с ударом раз вытаскиваем штурвал против часовой стрелки и резьба выдавливает конус этот вставляем все закрепляем все закрепили ну вот в общем здесь электродвигатель однофазный на 250 ватт вполне хватает тут у нас значит на валах вот у нас шкивы одеты то есть получается три три скорости вообще получается девять скоростей ну основные три конечно это 750 1500 2800 оборотов сколько может зажать патрон вот он 80 обратных кулачков у меня нету и сколько вот может зажать в миллиметрах заготовку вот у меня значит заготовка давайте ее померим мы эксперимент проведем посмотрим сколько она тут 36 давайте глянем 80 патрон ну должен зажать конечно 36 я думаю зажмет верхнюю часть вот зажал все вот у нас зажата трехчетвертная трубка ну и включим посмотрим сейчас что у нас получается станина посмотрел на станке кстати станина посмотрел ровно на нем мы не работали на этом станке он просто стоял тут даже вот отметина есть как вот он стоял там 30 лет наверное где-то у кладовки так и стоял я даже из задней бабки пиноль вытащить не мог я ее разбирал и прям ее немножко выступил она сама не выходила потому что от времени там все засохло припаялась прикручивается подача ну давайте что мне что было со станком 3 резца 4 резца больше ничего не ну вот попробую такие опять соточек буду давайте поглядим с кулачками лучше не стоять где-нибудь стоять сбоку в случае вылета они полетят если прямо над ними стоять они полетят прямо в человеке вот нолик где-то вот он ну давайте пятьсоток дадим посмотрим вот пятьсоток дал нет еще над деление сильный грузитель не надо станок ну вот рисочка есть вот отметинка пошла вот уже падает но все равно надо немножко чувствовать что напрягается резец можно отломить нужно понемножку ну вот небольшую подачу даем вот идет вот рисуночек я вот по пятьсоток по две с половиной даю и нормально пусть лучше дольше станок не напрягается резец не отломывается тут тоже чуть-чуть вот идет след выбор если то раз вот я и в в в в но станок вполне достойный агрегат со своими задачами справляется ну вот так вот след оставил я уж не стал сильно резец труба сенок кривая понемножку понемножку но потом посильнее может мне резец просто жалко вполне достойный агрегат это вообще вот станок для моделирования дети в школьных лагерях там где-нибудь или там на уроках труда там где-нибудь в младших классах можно и старших конечно ну какой игрушечный но вполне для своих задачам для дома для квартиры поставил и вполне сойдет металл режет на ура ну текстолит там этот эйбонит или еще что-нибудь там это он вполне с задачей справиться вес станка кстати я замерил вот эту всю я поставил на весы все вот эту станину вместе с двигателем только без алмазной чашки 31 700 31 килограмм 700 грамм то есть вполне руками взял перенес куда надо это вот квартирный вариант ну вот как бы все спасибо за внимание